Афтааак! Нельзя грызть. Во чем ты так? Миша, ты больше не любишь Юми? Миш, нельзя так ревновать, все должны дружить все вместе. Мы же все обыскали, а вдруг ее украли? Ну вдруг я не углядела, всякое может быть. Хай, ребята, вы на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня и со мной мои собачки Софи, Миша, Эйвен и где-то бегает Юми. Юми это наш маленький щеночек. А еще у меня есть много других питомцев, муравьи, хомячки, птички и другие животные. Так что не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, потому что как только ролик появляется на канале, вы сможете посмотреть его самым первым. А когда он выходит, я отвечаю на ваши вопросы в комментариях, поэтому не опаздывайте. Мам, мне кажется, что Юми что-то долго нет. Да? Ты думаешь? Да, она бы уже примчалась сюда. Да, действительно, что-то долго урагана Юми с нами нет. Я предлагаю нам все вместе пойти ее поискать. Давай, мам, пойдем. Да, пожалуй, Софи, ты права, пойдемте ее поищем. Мы из-за Юми перерыли весь дом. Мы искали ее везде, где только можно. Мы проверили все лежаночки, проверили ванны и туалеты, хотя двери туда закрыты, чтобы Юми туда не ходила. Проверили кухню, везде под шкафами, где мы только не смотрели. Где же она может быть, мама? Мы же все обыскали, а вдруг ее украли. Блин, мы должны ее найти. А что же, оказывается, сделала эта маленькая козявочка? Она стянула мой теплый свитер, в котором я хожу на улицу, с дивана и спряталась в него. Я ходила мимо него много-много раз и даже не замечала, но в какой-то момент мне показалось, что он шевельнулся. И я увидела Юми, которая спряталась в этот свитер. Так что мы, конечно же, нашли этого вредного ребенка, но тут у меня встал вопрос. Юми, которая обычно жизнерадостная, активная, веселая собака, по какой-то причине спряталась в кофту и сидела там очень долго, пока мы ее искали, не издавая ни звука. Вот, вот это вот активное существо. Я заиспугалась и подумала, вдруг она заболела или с ней что-то случилось. Ну вдруг я не углядела, всякое может быть. Но нет, Юми прекрасно себя чувствует, у нее все явно хорошо. Я даже предложила ей лакомство, это очень хороший способ проверить, здорова ли собака, потому что редко какая собака откажется от вкусняшки. И в итоге теперь я наконец-то поняла причину, почему Юми себя так везет. Не нравится, не нравится. И все дело оказалось очень простой вещей, которую сейчас вы можете наблюдать на Юми. Это ошейник. Юми не нравится. Да, Юми. Не нравится. Это ошейник. Юми не нравится. Щеночек, который никогда в жизни не сталкивался с тем, что такое ошейник, испытал стресс. И решил спрятаться, потому что на него на деле какой-то инородный предмет. И вот таким вот образом выразился Юмин протест. А дело я и ошейник буквально перед съемками. Для чего? Чтобы приучать ее к ошейнику. Ведь на улице уже весна и скоро нам нужно будет ходить гулять. И надо приучаться еще и к поводочку. Вот такая вот была первая реакция Юми на ошейник. И сейчас большую часть времени Юми менее активная, чем обычно. Вы, если вы смотрели наши другие ролики, вы видели, насколько это активная собака, которой все интересно, она везде бегает и все нюхает. И сейчас она намного медлительнее и постоянно чешет это место, где у нее ошейник. Юми, да ладно тебе, перестань. Че ты как маленькая? Ну это же всего лишь ошейник. Юми в этой втуке не нравится. Ну ладно, не кисни, давай. Софи даже пытается как-нибудь Юми развеселить, чтобы она снова начала играть, беситься и носиться. Потому что большую часть времени Юми сейчас лежит. Если играет, то Леша. Юми, я тоже хожу в ошейники, и что? Ну и что, тебе надо, а мне не нравится. И как же ты будешь ходить гулять? Скажем тебе по секрету, Юми. Если у тебя не будет ошейник, а ты будешь как бездомная собачонка, и тебя вообще могут украсть. Я Маукли, я покемон, я котик. Юми, нет, ты собака. Нет, я покемон, Юми, жай покемон. Ладно, покемон, все, отстань. Как вы видите, на Юми ошейник тканевый, а не кожаный. Для щеночков очень хорошо выбирать такие маленькие тряпочные ошейники, потому что они тоненькие, легенькие, и их можно регулировать. То есть, когда Юми начнет подрастать, и шейка будет шире, его можно увеличить. Но ей явно не нравится то, что на ней надето ошейник. Ребята, а ваши случайные комментарии, на которых нет лайков и ответов, попадают в наше видео. Вот они тут. А еще мы передаем приветики. Случайным репостнувшим наше видео из группы ВКонтакте, или со страницы мамы в ВК. Да, приветики вот этим репостнувшим наше видео. Респект вам, ребята, от нас всех. Спасибо большое, что помогаете нашему каналу. Я сейчас всех вас съем, Юми вас всех съест. Юми, отстань, перестань. Я сейчас все от лапы у тебя съем. Спасибо вам, Юми отстань. Спасибо, спасибо, спасибо. Ребята, мы выпускаем ролики каждый день, поэтому мы подумали, что вам было бы удобнее знать время выхода видео. И решили организовать опрос. Мы его делали уже в прошлом видео, и повторимся в этом, чтобы точно знать подходящее для вас время. Поэтому обязательно проголосуйте в опросике. Во сколько по московскому времени вам удобнее всего было бы смотреть наше видео? Юми-вэй, сейчас тебе открыет голову. Не судись, Юми-вэй. Конечно же, приучать собаку к ошейнику лучше всего с щенячьего возраста. Потому что, несмотря на то, что первые несколько часов ей не нравится то, что она в ошейнике... Отдай игрушку мне, 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 пожалуйста, ну пожалуйста, ну отдай мне его, ну пожалуйста. Очень скоро она о нем забудет, потому что ее можно будет отвлекать игрой. Хотя сейчас она еще почесывается и менее активна, чем обычно. Юми кажется, что на ней какой-то лишний посторонний предмет, который мешает ей жить. Я повереваю. Отдай мне кролика, глупая твоя голова. Юми, отстань, я тебе ничего не отдам. Отстань. Ах, так. Ну отдай, тетя София. Отстань, я сказала. Ну у тебя какая плохая собака. Смотри, Юми, кролик на тебя сейчас упадет. Нет, я не буду смотреть. Я не смотрю, нет. Смотри, он напал на тебя. Как маленькая тетя София. Как только вы видите, что она себя нормально чувствует, не чешется и готова даже прийти к вам. Юми, иди сюда. Иди. Как только вы видите, что она перестает обращать на него внимание, ее нужно хвалить и гладить. Да, молодец. Но если она в этот момент протестует и наоборот пытается его снять или делает вот так вот, то нужно это игнорировать. А когда она играет, не обращая внимания на ошейник, нужно ее хвалить. Молодец, Юми. Сукушал Зону. Юми, отстань. Юми, отстань. Сукушите ли тебя. Кстати, видео о том, как приучить щенка или собаку к ошейнику у нас есть. И я оставлю ссылку в описании внизу. Это видео от Софиши, и она уже очень подробно рассказывала об этом. И у многих людей очень часто встает вопрос, ошейник или шлейка? И мы на этот вопрос отвечали. И видео такое снимали. Так что на него я тоже оставлю ссылочку внизу. Это я сейчас тебя как укушу, Юми. Нет, не укушусь, у Юми покемоновая защита. Покемоны набирают на чу-чу-чу фейп. Нет, маме нет. Покемоновая защита, че она бред. Какая еще покемоновая защита, Юми? Вот, защитный фейп покемонов. Так вот, я тебя даже обойду и нет у тебя никакой покемоновой защиты. Ерунда какая-то полная. Юми, это фигня. Это фантазия твоя дурацкая. Вообще не существует ничего такого. Глупости какие. Вочем ты так? Ладно, прости, ты же еще ребенок совсем, извини, пожалуйста, Юми. Ладно, вот он мой покемоновый удар. Все, 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 Юми, все. Все, Юми, все, Юми, все. Нет, это все. Покемоны будут тебя атаковать. Юми, ты что, Юми, блин, Юми, перестань. Юми, Юми, это моя покемоновая сила. Сейчас я тебе своего покемона покажу. Покажу тебе своего покемона. Че, Чеша, Фи? Ты что, тоже покемон? Правда? Ты что, тоже покемон? Офигеть! Кстати, не забывайте, что ошейник на щенке нельзя сильно затягивать пусть он немножко болтается чтобы не сильно мешал ему и не удушил щенка или щенок сам себя не удушил по моему ошейник помог сделать нам юми немножко менее активной но я думаю что это ненадолго как только наша малышка привыкнет к ошейнику она сразу же начнет виситься и вести активный образ жизни как и раньше нельзя грызть вот молодец юми молодец а так как на моем втором канале и не magic тоже выходят ролики каждый день уже даже по моему больше двух месяцев подряд там конечно же сегодня снова новый ролик и в нем будут ребята они они практически постоянно появляются на моем канале поэтому подписывайтесь и ссылочку на видео я оставлю в своем комментарии внизу миша ты больше не любишь юми миша стала постоянно игнорировать юми отворачиваться от нее не играть с ней и даже не лежать вместе может быть все дело в том что миша ревнует юми к софи миш ты обижаешься эй подождите это же глупо вы чё но софи же не виновата что юми постоянно с ней играет миш видишь юми зай грустит от того что ты с ней не общаешься миш нельзя так ревновать все должны дружить все вместе конечно миша мы удочерили этого ребенка все вместе мы должны быть большой дружной семьей нельзя так делить малыша я подумаю подписывайся на наши каналы в микровочке и смотри еще по Airbnb и перестань даже портишь песню ając Ляля, кит, смотри-ся! Ляля, кит, смотри-ся! Ляля, кит, смотри-ся! По-моему, мы запароли песню. Да уж я.